Что ж, сейчас мы пойдем вроде как более-менее традиционной пекарне, но, как показывает практика и наша аналитика, которая сегодня была, тема хлебобулочных изделий остается все в фокусе и фокусе, да, еще прибавляет даже своих процентных соотношениях по отношению к остальным продуктам, поэтому кейс ритейлера с названием пекарни полного цикла в дискаунтерах батон эволюции приоритетов развития направления, которую представит Марина Серяк, директор направления собственного производства группы компании «Красный Яр». Приветствуйте, пожалуйста, ваша коллегу. Да, я была у Марины, получается, в вашем самом крупном магазине, да, я предлагаю тебе, наверное, вот таким образом разговаривать. Все нормально? Сейчас проверим, чтобы звук был. Алло. Алло, да, да, кстати, это один из моментов. Вот, соответственно, Марина расскажет, как именно устроен он сейчас и завтра, завтра, во второй день ее коллега поделится другой технической части. Ну, Марина об этом расскажет, но я просто, знаете, так подсказываю, что у нас продолжение и флешбеки относительно этой темы, что-то летит еще туда. Мы не все, ну, сейчас здесь разный набор кейсов управленческого, все-таки больше таки идейного характера. Там мы попытались собрать технологические HR-стории. Вот, так что передаю тебе слово в ближайшее время для тебя. Рассказывай, делись и готовьте вопросы, чтобы коротко, емко попытать, что не успела она рассказать. Передаю слово. Коллеги, всем добрый день. Рада вас всех видеть. На юбилейной конференции меня зовут Серяк Марина. Я являюсь директором производства группы компаний «Красный Яр» из города Красноярска. Наша компания представляет свой кейс на данной конференции первый раз, поэтому мне, конечно же, очень приятно поделиться с вами этим кейсом. И расскажу немножко поподробнее о нашей группе компаний. Мы находимся в центре, географическом центре России, город Красноярск, и у нас есть формат супермаркетов и формат дискаунтеров. Так вот, то, что сегодня буду рассказывать, это как происходило развитие пекарни в формате дискаунтеров «Батон». Так как мы первый раз здесь немножко поделюсь тем, что такое формат дискаунтеров «Батон», это формат, который был запущен в конце 2015 года. На тот момент, как вы помните, был в конце 2014 года валютный кризис, и покупатель искал для себя те решения, которые закроют базовые потребности по достаточно лояльной цене с приемлемым качеством. Поэтому дискаунтеры вошли как раз-таки в ту потребность рынка, которая существовала на рынке, и на данный момент сеть имеет уже 169 магазинов формата дискаунтеров со средней площадью 350-400 квадратных метров. На данный момент сеть покрывает Красноярский край и ближайшие республики, это Хакасия и Тыва, и имеет свой распределительный центр для того, чтобы обеспечивать наличие продукции в каждой торговой точке. Когда сеть запускалась, было принято решение, что размещение продукции будет на усиленном стеллажном оборудовании, что выкладка будет преимущественно палетно-коробочная для того, чтобы минимизировать трудозатраты персонала в торговой точке. И основные направления, которые развивала сеть, это фрешевые направления, такие как овощи, фрукты, молочная продукция, куриная, мясная и, безусловно, хлеб. Те базовые потребности, которые закрывает конечный покупатель, основная корзина. И в дальнейшем компания для себя приняла такое решение, что горячий хлеб – это тот драйвер, который будет являться трафикообразующим, поэтому нужно было выбрать стратегию, будет развиваться полный цикл, либо допекание. Команда пошла на рынок, посмотрела, что из допекания есть в ассортименте, по каким ценам представлены поставщики и посмотрела, какие инвестиции нужны для того, чтобы развивать пекарню в данном формате. На тот момент у сети супермаркетов уже был опыт, который был применен на практике по пекарням полного цикла и, посмотрев весь рынок, то, что присутствует из допекания, было принято решение, что формат дискаунтеров также пойдет в развитие полного цикла и запустит этот процесс в своих торговых точках. Итак, история пекарни начинается в 2018 году. В этот момент команда пошла на рынок, посмотрела, что имеется в гипермаркетах, супермаркетах, мини-маркетах и дискаунтерах, а также специализированной рознице. Проанализировав весь рынок горячего хлеба, который был представлен для конечного покупателя, было выявлено 20 ключевых SKU, которые будут закрывать все базовые потребности для формата дискаунтеров, хлебе, сытной и сладкой выпечки. Там порядка семей SKU хлеба было выявлено, 6 сытных и 7 сладких изделий. При этом были проанализированы цены и было понятно, по каким ценам важно данную продукцию представить. После составления ассортиментной матрицы нужно было оборудовать цех, посмотреть, с какими рецептурами данная продукция встанет на полки, сколько необходимо персонала, закупить инвентарь. И все это проанализировав и согласовав, в 2018 году в апреле месяце была запущена первая тестовая пекарня в городе Красноярске. И, кстати, Наталья, когда у нас была на ритейл-конференции, она была в том числе на этой точке. Наталья, Наталья, Наталья меня не слышит. В общем, рассказываю, что она была, ей тоже понравилось, она оценила пекарню полного цикла в этой торговой точке. Вот, что мы дальше увидели? Мы увидели, что спустя 3 месяца реализации данного проекта были выявлены очень хорошие показатели по тому, что у нас увеличился трафик в торговой точке, у нас прирост потребления хлеба и проникновения, увеличилась пенетрация, и что было сделано дальше. За следующие полгода формат открыл еще 17 пекарен и наложил ту модель, которая появилась в первой пекарне, на дополнительные торговые точки. Что мы получили в результате? Мы увидели, что наша окупаемость по данному проекту составила 12 месяцев. Это помогло привлечь дополнительный трафик в торговую точку в виде средних 4%. Позиции в чеке увеличились на плюс 30%, и пенетрация хлебобулочных изделий выросла в 2 раза. Это были отличные показатели, и нужно было понимать, что же у нас при этом происходит с заводским хлебом. Заводской хлеб, он, безусловно, потерял в продажах, то есть порядка 40% категория просела, но если смотреть в целом на категорию хлебобулочных изделий, категория выросла порядка 100-200% в тотале. При этом произошло перераспределение в потребностях, то есть горячий хлеб где-то порядка 65% составил в потреблении, и хлеб заводской остался на уровне 35% от тотал категории ХБИ. Тогда компания посмотрела на все эти показатели, нужно было понять, что же делать дальше. И наступил 2019 год, когда компания решила, отличные результаты, давайте-ка мы все это масштабируем. И запустила плюс 43 пекарни полного цикла во всех торговых точках. То есть был уже взят модель открытия непосредственно пекарни, которая состояла из конкретного оборудования, инвентаря, ассортимента, ингредиентов и персонала. Эти 43 пекарни были запущены в течение всего 2019 года. В этом же году, в том числе мы не исключали работу еще и по другому направлению, мы привлекли партнеров, которые предоставили нам свое оборудование и ингредиенты, и нужно было нанять свой персонал, либо это даже был персонал наших партнеров. Но та цена, которую предоставляли партнеры по данному направлению, она была выше, и для дискаунтеров эта модель просто не подошла. То есть увидели, что трафик никак не вырос, и продажи были достаточно низкими. Поэтому с партнерами мы попрощались и рассматривали еще один формат допекания. Так как на всех торговых точках нет возможности открывать пекарни полного цикла, потому что это, безусловно, потребление электроэнергии и места, в части точек мы запустили допекание, нашли поставщиков, плюс отработали сами свои собственные СКЮ на допекание, запустили, но увидели, что да, трафик растет, но это было не так высоко, как те результаты, которые я вам показала по пекарне полного цикла. И тут мы столкнулись с проблемой. Количество пекарен выросло, и, скажем так, если у пекаря Маши сегодня было настроение так себе, то и корочка на хлебе поднималась так себе. В общем, у нас посыпалась обратная связь от клиентов, от покупателей о том, что качество хлебобулочных изделий в каждой торговой точке может отличаться, и мы пошли искать решение, что же нам делать с этой ситуацией. Наступил 2020 год. Да, он 2020 год, наверное, не буду долго останавливаться, пандемийный был, и понятно, что был там и рост цен, и отток персонала, и изменение покупательского поведения. Чем в этом время занималась компания? Компания пошла в отработку рецептур и заменила всю смесевую составляющую, все улучшители, и запустила полностью, скажем так, проект по измененной рецептуре на основании закваски. То есть мы отработали вкусный, качественно натуральный хлеб, который был горячим и радовал нашего покупателя. Что еще при этом мы получили? Мы получили снижение себестоимости на 4% за счет изменения этих рецептур. Нужно было прописать все технико-технологические карты. Нужно было составить стандарты для того, чтобы оценивать качество продукции. И самое важное то, что так как пекарин становилось все больше и больше, необходимо было обучить персонал тем изменениям, которые мы сделали в рецептурах. На тот момент, в апреле 2020 года, было принято решение открыть школу пекарей, где будут введены все стандарты и будет производиться обучение сотрудников. Но об этом кейсе я подробно рассказывать не буду. Как Наталья сказала, завтра моя коллега Ирина Цой подробно поделится о том, как школа пекарей развивалась и каким образом она функционирует, каких успехов мы достигли. Но скажу так, что это помогло нам сделать единое качество хлеба на всей сети. Но у нас опять что-то пошло не так. У нас увеличились сроки окупаемости до 2 лет. И тогда мы взяли для себя путь уже пойти в качество и рассмотреть те еще вариации, которые мы можем сделать в данном направлении. Наступил 2021 год. Мы решили посмотреть на нашего покупателя. То есть что у нас было до этого? До этого в каждой торговой точке тот ассортимент, который мы производили, он производился в соответствии с определенным графиком. То есть открываешь график, там одно, второе, третье СКЮ, и так было на всех торговых точках. Тут мы уже решили пойти от потребности покупателя и посмотрели, что в какой-то точке рядом университет, и там важно утром предоставить сытную выпечку где-то, это в магазину дома, и там важно утром приобрести горячий хлеб. Будние, выходные дни они тоже по-своему вносили изменения в потребление данной категории. Поэтому мы подошли очень углубленно к анализу каждой торговой точки, разделили их, исходя из потребностей покупателя в конкретный день недели, утро, вечер, мелко штучка, либо там хлеб, и составили для себя 6 кластеров, под которые уже сделали определенный график выпечки продукции. То есть вот здесь первым выходит сосиска в тесте, здесь первым выходит хлеб бородинский. И таким образом был составлен график выпечки, в котором было видно, что там в какое время, какое СКЮ и в каком количестве производится. Кроме того, было там также проанализировано, что где-то этот график нужно запустить как можно раньше, то есть пекарь выходил в 5 утра, а где-то нужно было это сделать позже, и пекаря можно было поставить уже на 7 утра. Что нам это дало? Нам дало это прирост розничного товара оборота в 2022 году на плюс 9 процентов, это исключая инфляцию, то есть порядка 20 процентов с копейками выросла вся категория. Также в 2022 году мы еще ушли в отработку сырьевой составляющей. То есть для нас важно было понимать, какой СКЮ с каким количеством ингредиентов участвует в ТТК, и мы пошли уже в проработку с поставщиками сырья, именно изменением условий, и получилось так, что все то, что мы с поставщиками отработали, у нас сейчас в 2023 году дает нам рост маржинальности в плюс 2-5 процентов. Таким образом, что хотела бы сказать. Наш опыт большой, который мы получили за всю историю развития пекарни, дал нам некий чек-лист, по которому мы понимаем, как открыть пекарню полного цикла, что нужно сделать и какие результаты. Результаты у нас получились очень хорошие, кейс дает свою эффективность, и мы понимаем, что, допустим, в какой-то торговой точке, даже если товарооворот большой, а количество чеков маленько, то здесь пекарня будет не востребована по причине того, что это точка выходного дня, и там горячий хлеб в будни, он просто не нужен. Поэтому сейчас есть четкая модель открытия, запуска пекарни. И что же мы делаем дальше? Дальше мы продолжаем искать и развивать различные варианты представления покупателю горячего хлеба. На данный момент у нас 50% формата уже имеет формат, и умеет пекарню полного цикла, либо допекания. Мы продолжаем открывать пекарни полного цикла, и у нас это все запланировано, в том числе на этот год. Ближайшие две пекарни открываем мы в этом месяце. Да, мы имеем определенные естественные ограничения в виде мощностей, площадей и отдачи с квадратного метра. Безусловно, есть вопросы по поиску персонала, и персонал у нас в том числе идет и иностранный, и Ирина завтра расскажет о том, что мы с этим всем делаем. Поэтому по допеканию, которое нас в течение всего проекта никак не отпускало, мы продолжаем думать, думая в том числе и по собственному производству. В общем, цель такая, что в каждой точке важно дать покупателю горячий хлеб, и это будет являться трафиком. И что же делаем мы еще? Всю ту практику, тот чек-лист, который я вам рассказала, мы планируем в том числе развивать в направлении кондитерском. То есть у нас сейчас есть достаточно амбициозные цели в плане развития этого направления, и есть прекрасная команда, которая все это планирует также запустить. Поэтому как только у нас этот успешный кейс получится, мы будем рады поделиться с вами с ним на следующих конференциях, которые будем посещать у Натальи. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Так, уже есть руки поднятые. Ух, как у вас замечательно. Все, уже кто впервые. Давайте, Елена. Добрый день. Компания Куливер, самого линького Елена. У меня... А можно три вопроса? Взяло за душу. Меня интересует операционная рентабельность в пекарне. Хотя бы среднее. Количество замесов и производительность на науковар. По поводу операционной рентабельности, она в двухзначном диапазоне, как сказать, от 20 до 30. Более подробно я вам не скажу, потому что это все-таки является коммерческой тайной. Следующий вопрос. Операционная... Производительность науковара и количество замесов. По поводу производительности. Производительность Рублеву я вам, наверное, тоже не скажу. Скажу, что у нас где-то на уровне 40 килограмм идет на пекаря. И наша производительность, она выросла процентов на 40 за счет того, что мы запустили вот те процессы, про которые я сейчас рассказываю. То есть мы наблюдали средства производительности. У нас прям регулярно он растет за счет того, что мы все эти действия сделали. И обучение, и улучшение рецептур. А по количеству замесов, замесы здесь, наверное, вам... А вот завтра Ирина ответит, да? Да, Ирина ответит на этот вопрос. Она подготовится и ответит. Давайте мы вот... Нормально, да? Завтра будете? Отлично. Вот. Тогда Ирина ответит. А у вас тоже... Слушайте, какие вы плодотворные, да? Я хотела спросить. Вот вы показали, что РТО вырос на 20%. Это тотал или это сопоставимые магазины? Лайк флайк. Все, спасибо. Так, еще один. А слушайте, а поднимите руки, у кого вот как раз такой замес от муки и до выпишенного хлеба в магазине? Ну, как бы и есть, да? Ага, поняла. Хорошо. Ирина, хотел задать вопрос. Средняя площадь пекарни, которая на точках. И второй вопрос. Как вы принимаете решение об открытии? Ориентируетесь на количество домохозяйств в том или ином районе, чтобы принять, здесь будет точка допекания или здесь полный цикл? 25-30 квадратов у нас идет пекарня. По поводу открытия торговой точки. В первую очередь у нас идет ориентация на то, какой товарооборот идет, какое количество чеков идет и какое близлежащее окружение по конкурентам. Это вот три основных параметра, на которые мы ориентируемся при открытии. Так, еще один вопрос завершающий. У меня после вопрос уточняющий, я просто не понял. Девчонкам с Гулливера ответили, 40 килограмм это по сырью или по готовой продукции на одного пекаря идет у вас? Это готовый продукт. То есть 40 килограмм... 40 единиц, подождите. Подождите, каких нет? Килограмм, наверное, да. 40 килограмм. 40 килограмм за смену пекарь готовой продукции выпекает. Правильно? Ира, помогайте. Давайте мы, наверное, так. Это, кстати говоря, очень замечательные вопросы. Это, знаете, мы тоже, я же тоже помогаю коллегам готовить презентацию. Вот такого плана уточняющего вопроса у нас завтра замечательным образом, что мы разделили, как разделили. Вот прям все как надо. Запоминаем эти вопросы и завтра постараемся на них ответить. Ну, потерпим, потерпим. Завтра у нас как раз есть день для того, чтобы еще чуть-чуть договорить. Так, еще один вопрос, ребята, и побежим дальше. Здравствуйте, меня зовут Ирина. У меня, в принципе, короткий вопрос. Вы хорошо рассказали о графиках выпечки. Скажите, пожалуйста, как вы их контролируете? Графики выпечки мы контролируем ежедневно через работу по технологам. Технологи у нас закреплены за технологами, допустим, 12 торговых точек, 12-15 в среднем так идет. И график выпечки по часам и по СКЮ, который расписывается, у нас ежедневно идет фотоконтроль. Ну, либо посещение визит в соответствии с графиком посещения технологов. Плюс у нас есть группы в телеграм-канале, которые показывают то количество отпеченной продукции прямо по времени, где, сколько он что сделал. Мы смотрим потом уровень сервиса, насколько производственное задание выполняется. И, соответственно, под это настраиваем уже мотивацию. Но это, опять же, такие кейсы Ирины, которые у нас на завтра сделаны. Завтра мы про персонал-то постараемся по полной программе поговорить. Спасибо еще раз за вопросы. И спасибо, замечательное выступление. А вы боялись. Все хорошо. Мне, на самом деле, команда Красноярска как раз писала... Мне коллега, которая вам помогала делать, писала, отправляла фотографии, как они прям реально тренируются, готовятся. Я очень хочу, чтобы вот такого плана для вас было тоже некое отчертно выборное выступление, да? Что-то в таком духе. Чтобы для вас это было таким вот проявлением. Приезжайте с готовыми кейсами. А, кстати, вот у Сергея, когда из Кусвила было выступление, вы заметили, что была одна фотография? Первый бургер, да? Вот так создаются кейсы, ребята. Когда фиксируется... А на самом деле вы покопаетесь в ваших телефонах. Вот если я начну ваши телефоны смотреть, я буду задавать вопросы. Говорю, да, это же обычная работа. Я говорю, да, это же интересно. Так что разговаривайте. Давайте еще кейсов. Спасибо. Я очень рада, что вы откликнулись на мой призыв с кейсами. И новых тоже ждем. Спасибо. Спасибо.